В сегодняшней программе Идёте ли вы к парикмахеру, гуляете по торговому центру или смотрите телевизор, а вы каждый день сталкиваетесь со сквернением, негативом и ошибочными суждениями. Эти суждения пытаются проникнуть в ваш разум. Как омыть себя от всего этого? Воду и Слово. Это не значит, что вы утратили своё положение, вы по-прежнему праведны в глазах Бога. Вы всё так же живёте в Его славе, наслаждаясь тем, чем наделил вас Господь Иисус. Вы не теряете того, что получили при водном крещении, но есть ежедневное очищение. Не забывайте его совершать. Пастор, я не часто читаю Библию, попросите Господа омыть вас. Он или побудит вас что-то прочесть, или вам позвонит друг и что-то скажет. Не думайте, что речь идёт только о проповедях с кафедр. Я покажу, как важно слушать Слово, озвучит ли его ваш друг, или вы прочитаете его в Писании. Будьте открытыми. Вода, о которой Иисус омыл ноги ученикам, это напоминание о том, как применять его законченную работу. Формы бывают разные. Если вы каждое утро проводите время, читая Слово или стих на каждый день, а вы получаете порцию насущного хлеба, вы открываете своё сердце для омоления водой. А как получить пепел? Нужно сжигать какую-то материю до такого состояния, когда она уже не может гореть. Что у вас получится? Пепел. Пепел означает, что суд уже свершился. Поскольку он уже свершился, образовался пепел. Такова и суть законченной работы Иисуса Христа. Это означает, что всё уже сделано. Помните об этом. Что означает пепел? Он означает, что материя пережила суд, и гореть больше нечем. Знаете, когда гаснет огонь? Когда труп стал пеплом. Тогда огонь говорит «достаточно», так и за нас уже заплачен. О чём нам теперь напоминает пепел? Готово, с нашими грехами покончено. Дьявол говорит «Я устрою всё так, что ты заболеешь из-за своего греха». А Бог говорит «А вот доказательство. Грех уже уничтожен. Иисус взял на себя вашу болезнь и наказание». Итак, брали сосуд с живой водой и брали пепел. Пепел означает «законченную работу Иисуса». Поскольку огонь уже совершил свою работу. Пепел засыпали в живую воду. А что такое живая вода? Это Дух Святой. Ибо если пепел целится... Так сказано в послании к евреям. Через окропление освящает исквернённых, то кальми пачет кровь Христа, очистит совесть нашу от мёртвых дел для служения Богу живому. Пепел сыпали в воду, затем брали им большое растение и соп, и обмакивали его в воду. К примеру, вы не чистый человек, который коснулся чего-то мёртвого. Когда вас окропили, вы чисты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Откроем 13 главу от Иоанна. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, он находится в Верхней Горнице, предательство ещё не совершилось, Иисус, зная, что пришёл час его перейти от мира сего к Отцу, иил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. До конца не вопрос времени. Это степень. Он чрезвычайно сильно любил их. И во время вечеря... В оригинальном греческом тексте здесь стоит слово «ги-но-май». Оно означает, что вечеря продолжалась. И во время вечеря, когда дьявол уже вложил в сердце Иудисимону, Искариоту, предать его... А третий стих говорит, Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога и шёл, и к Богу отходит, встал с вечеря, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Откуда Он встал с вечеря? В этих словах есть прекрасный подтекст. Он должен будет умереть на кресте и вернуться к Отцу. Иисус встал с вечеря. Вечеря — это воспоминание Его смерти. Он встал после Своей смерти. Это прообраз воскресения. Что Господь Иисус собирается делать после Своего воскресения? Он снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Он переоделся в раба. Разве не удивительно? В книге Откровения Иоанн, тот Иоанн, который всегда лежал на груди у Иисуса и называл Себя ученик, которого любит Иисус, увидел Своего Господина во всём сиянии славы и упал замертво к Его ногам. Библия говорит, что Иоанн увидел Иисуса, опоясанного золотым поясом. На небесах Он по-прежнему служит. Он встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. Это то, что Он делает на небесах после Своего воскресения из мёртвых. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. А что значит припоясан? Он завязал полотенце на поясе. Он снял свою верхнюю одежду и, демонстрируя накачанные за 30 лет работы плотником мускулы, опустился на колени. Так и было. А знаете, что было привычным делом для жителей Израиля? Зачастую они носили только сандалии, когда ходили по пыльным дорогам. А вы понимаете, что к тому времени, как человек подходил к дому, его ноги были очень грязными. Раб, который выполнял самую грязную работу в доме, занимался и омовением ног всех людей, которые входили в этот дом. Вероятно, ученики стали переглядываться и говорить «нет-нет, мне не надо». Я был с Иисусом на горе Преображения. Все посмотрели на Фому. Тот сказал «вряд ли мне тоже надо». То, что Иисус взял воду, тоже символично. Он сделал это намеренно. Он припоясал себя полотенцем. Он умывал ноги ученикам и насухо вытирал их полотенцем, которым был припоясан. Хочу сказать и вам, что омовение ног ученикам — это форма проповеди. Формы бывают разные. Если вы каждое утро проводите время, читая Слово или стих на каждый день, вы получаете порцию насущного хлеба. Вы открываете свое сердце для омовения водой. Мысль улавливаете? Все это омывает наши ноги. Совершив омовение, Иисус вытирает ноги полотенцем, которым он припоясан. Полотенце было повязано на его поясе. Омыв ноги, он брал полотенца и вытирал их. Что это за полотенцем? В греческом тексте оно названо как ленцион. Ленцион — это льняная ткань. Лен в Библии — символ праведности. Если этого мало, давайте откроем Исаию, 11 главу. Это мессианские писания. И будет припоясанием чресл его правды. Нужно знать писание, чтобы интерпретировать писание. Что делал Иисус? Послушайте. После проповеди слова, даже если это слово служит для исправления, слушатели, закончите тем, чтобы высушить и ноги осознанием праведности. Напомните им, что они имеют Божью праведность во Христе. Говорите об этом, если нужно. Не думайте, что речь идет только о проповедях с кафедры. Я покажу, как важно слышать слово, озвучит ли его ваш друг, или вы прочтете его в Писании. Будьте открытыми для воды слова. А зачем? Иначе на вас будет грех, и вы станете добычей дьявола, потому что Бог сказал дьяволу, будешь есть прах во все дни жизни твоей. А вы помните это? Так что вам нужна вода, а не кровь. Вернемся к 13 главе Иоанна. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь». Им казалось, что это обычное омовение. Это не обычное омовение. Если хотите делать это в качестве акта смирения, пожалуйста, но, уверяю вас, здесь речь не об этом. Это омовение лишь символ более важной истины о том, что делает для нас Иисус после своего возвращения к Отцу. Омовение водой происходит и сейчас. Вы были обновлены кровью. Вы были омыты кровью. Теперь вам нужно ежедневно омывать ноги. Если вы не можете делать это сами, Бог пришлет к вам кого-нибудь. Помните, что сказал Иисус? «Делайте друг другу то же, что я сделал вам». Делитесь словом, омывайте друг другу ноги. Но я забежал вперед. Петр говорит, «Тебе ли омывать мне ноги?» Иисус ответил, «Позже все поймешь». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Теперь давайте поговорим о плоти. Плоть либо бежит впереди всех, либо отстает. Сначала плоть говорит, «Ты что, собираешься омыть мне ноги?» Она не понимает. Но затем Господь говорит, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Сначала плоть запаздывает, «Ты хочешь омыть мне ноги?» А затем «Омой мне все». Плоть никогда и не идет в ногу с Богом. Она либо торопится, либо запаздывает. Она или конь, или ишак. Ближе к концу главы Петр говорит, «Я пойду за тобой до самой смерти». Плоть бывает очень смелой. В следующем стихе Иисус говорит, «Не пропоет кетух, как ты отречешься от меня трижды». Это трусость. Плоть либо слишком смела, либо труслива. Поэтому не полагайтесь на плоть. Что говорит Иисус? «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Он не сказал, что это омоление во спасение. Некоторые люди считают, что это водное крещение, но нет, это совсем другое. Что будет, если Иисус не омолит? «Не будешь иметь части во мне». Некоторые так и не понимают. «Нет, во мне означало бы спасение». «Не будешь иметь части со мною». «Метах», «со мною». «Что значит «со мною»?» «Ты не сможешь двигаться вместе со мной». «Ты будешь либо бежать впереди, либо отставать». «Ты не будешь со мною заодно». «Вам нужно омываться водой слова». «Мне так хочется поговорить о значении воды». «Но все по порядку». Девятый стих. «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему «омытому». «Омытый» — тот, кто омыт с ног до головы. Это спасение, совершенное через кровь. «Омытому» нужно только ноги умыть. «Омытый» — по-гречески «лоуо». «Омытый» — это «непто». Это два разных слова. Одно о полном спасении. Вы спасены раз и навсегда. Вы раз и навсегда омыты кровью. Ее главная характеристика — она нас очищает. «Очищает, как мыло». «Омытому» — нужно только ноги умыть. Для чего нужны ноги? Чтобы ходить. Ваши ноги оскверняются. Идете ли вы к парикмахеру, гуляете по торговому центру или смотрите телевизор, а вы каждый день сталкиваетесь со сквернением, негативом и ошибочными суждениями. Эти суждения пытаются проникнуть в ваш разум, и подсознательно вы их принимаете. Один из пяти американцев, один из пяти австралийцев и один из пяти сингапурцев будет страдать от этого к 60 годам. О чем бы ни шла речь, вы это принимаете, а значит, и оскверняетесь. Вас изменила сила заблуждения, которую дьявол использует против вас. Оскверняние — это картинки, которые вам не нужно видеть, но они мелькают так быстро. Вы смотрите на билборд, не в силах отвести взгляд. Все ваше внимание там. Вы согрешили? Нет, но вы осквернились. Ваш разум осквернился. Как омыть себя от всего этого? Водой слова. Это не означает, что вы утратили свое положение. Вы по-прежнему праведным в глазах Бога. Вы все так же живете в Его славе, наслаждаясь тем, чем наделил вас Господь Иисус. Вы не теряете того, что получили при водном крещении. Но ваши ноги загрязнялись. Учителя благодать. Пожалуйста, не говорите, что очищения больше нет. Слава Богу за омовение, совершенное раз и навсегда. Но есть ежедневное очищение. Не забывайте его совершать. Пастор, я нечасто читаю Библию. Попросите Господа омыть вас. Он или побудит вас что-то прочесть, или вам позвонит друг и что-то скажет. И вы почувствуете, что омылись. Согласны? Иисус говорит спасенному, то есть омытому раз и навсегда, нужно только ноги умыть, потому что чист весь. Посмотрев на учеников, Иисус сказал, и вы чисты, но не все. О ком он говорил, давайте это выясним. Следующий стих. Ибо знал он предателя своего, Иуду Искариота. Потому и сказал, не все вы чисты. Следите за мыслью. Слава Богу. Теперь поговорим о составе воды. Это число 19 глава. И сказал Господь Моисею и Аарон, говоря, а вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, не волнуйтесь, я не буду читать главу целиком, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока. Рыжая телица – это символ Господа Иисуса. Почему женского рода? Потому что мужской род в Библии подразумевает силу и активность. Женский род говорит о пассивности. Мужской род – это активность, женский – пассивность. Здесь говорится о пепле рыжей телицы. Это прообраз того, что сделает Господь для вас. Вы не сделаете этого сами. Петр не окунулся в ванночку с водой, сказав, я чистился. Все совсем иначе. Господь сделает это для вас. Вы пассивны, а он активен. Продолжим читать, чтобы узнать состав воды. Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока. Это наш непорочный Господь Иисус. Аминь. Петр, человек действия, писал, Господь не совершил греха. Павел, человек знаний, писал, Иисус не знал греха. Иоанн, человек сердца, писал, в Иисусе не было греха без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ерма, без порока и внутри, и снаружи, без пятен и дефектов. Я говорил вам, что каждое слово в Библии драгоценно, и отдайте ее Елиазару, священнику. Имя Елиазар означает помощник. Иисус говорит так о Духе Святом. На арамейском или иврите это звучит как Елиазар. Я пошлю к вам Елиазара. Дух Святой вывел Иисуса из стана. Елиазар выведет ее вон из стана. В 13 главе евреям сказано, что Иисус был распят вне врат города за станом. Пророчество исполнилось. И заколют ее при нем. Заметьте, это сделал не Дух Святой. Телица была заколота перед Елиазаром. А что было дальше? Церковь, послушайте, это очень интересно. Самое главное, что здесь произошло, Телица была заколота и сожжена дотла. В огонь также бросали кедровое дерево, и соп, и нить из червленой шерсти, символы природы. Все это заключено и в законченной работе Христа. Затем Телица стала пеплом. Однако ее кровь собирали заранее. Ею кропили семь раз перед скиней. Иудейская традиция гласит, что это делали семь раз, стоя на Елеонской горе, лицом к храмовой горе. Это означает совершенное примирение и искупление. Вы это услышали? Затем весь пепел собирали. Для чего он был нужен? Слушайте внимательно. Когда кто-то соприкасался с мертвым, это могло быть все, что угодно. Кости мертвеца, труп человека или его гроб. Если человек коснулся чего-то мертвого, он нечист. Для этого и нужен был пепел Красной Телицы. Я покажу вам еще два стиха из 19 главы чисел. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к огробу, нечист будет семь дней. Для нечистого пусть возьмут пепло той сожженной жертвы за грех». А как получить пепел? Нужно сжигать какую-то материю до такого состояния, когда она уже не может гореть. Что у вас получится? Пепел. Пепел означает, что суд уже совершился. Поскольку он уже совершился, образовался пепел. Такова и суть законченной работы Иисуса Христа. Аллилуйя. Это означает, что все уже сделано. Помните об этом. Что означает пепел? Он означает, что материя пережила суд. И гореть больше нечем. Знаете, когда гаснет огонь? Когда труп стал пеплом. Тогда огонь говорит «достаточно», так и за нас уже заплачено. О чем нам теперь напоминает пепел? Готово. С вашими грехами покончено. Дьявол говорит «я устрою все так, что ты заболеешь из-за своего греха». А Бог говорит «вот доказательство». Грех уже уничтожен. Иисус взял на себя Ваша болезнь и наказание. Итак, брали пепел с сожженной жертвой за грех и живую воду. На иврите это «Маим Хаим». И нальют на него живой воды в сосуд. Следующий стих. «И пусть кто-нибудь чистый возьмет Исоп и омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем». «И прикоснувшегося к кости человеческой или к убитому, или ко гробу». И это прекрасно. Пепел не выбрасывали, а собирали в знак доказательства, что за ваши грехи заплачено. Порой, «Посмотрев фильм, мы касаемся мертвого. Мы не мертвы, мы живы. В глазах Отца мы по-прежнему обладаем всеми заслугами Христа и все так же облачены в одежды праведности. Но мы коснулись чего-то мертвого. Как омыться от этого? Не через покаяние, но через омовение кровью, не через новое водное крещение. Вам нужно омыть ноги. Но как? Откройтесь для Бога. Снова послушайте проповедь о пепле. Во многих проповедях не говорится о пепле. Вам говорят, что нужно принести всесожжение и самостоятельно получить немного пепла. Следите, какие проповеди вы слушаете. Что же делали с тем, кто коснулся мертвого? Брали сосуд с живой водой? Брали пепел? Слушайте внимательно. Пепел символизирует законченную работу Иисуса. Огонь сделал свою работу. Пепел бросали в живую воду. Что такое живая вода? Это Дух Святой. Ибо если пепел телится, сказано в послании евреям, через окропление, освещает искорненных, то кальми пачек кровь Христа, очистят совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому. Пепел усыпали в воду. Затем брали небольшое растение, кисоп, и обмакивали его в воду. К примеру, вы не чистый человек, который коснулся чего-то мертвого. Когда вас окропили, вы чисты. Вода, которой Иисус омыл ноги ученикам, это напоминание о том, как применять его законченную работу. Вы знаете, как применять воду? Вода должна содержать пепел. Вы скажете, вода — это символ десяти заповедей. О, нет-нет, нужно быть точными. Я цитировал вам Писание и показал стихи из девятнадцатой главы чисел. Применение воды — это напоминание. Что сделал Иисус после того, как омыл ученикам ноги? Он взял полотенце, льняную ткань, праведность, опоясывающую его чресло. Иотиор, и многие. Каждая проповедь, каждая прочитанная книга должна напоминать вам о вашей праведности. Несколько лет назад я просил у Господа хорошую иллюстрацию к этой истине, и Он дал мне ее. Посмотрите, таким должно быть каждое служение Нового Завета. Столкнувшись со сквернением, помните, вы по-прежнему находитесь во Христе. Вы по-прежнему прославлены. Вы просто упали в грязь. И вот как Бог вас очищает. Есть золотой медальон. Он представляет собой истинных верующих. И вот что делает Господь. Я вам покажу. Он поднимает вас. Вы все так же ценны. Вот он, золотой медальон. В нем есть ценность. Что делает Бог? Он берет его из грязи. Вы видите, что этот медальон по-прежнему ценен. Видите? Он по-прежнему праведен. Он по-прежнему покрыт славой Христа. Вы очищаете его, омывая словом. Такими должно быть каждое служение, проповедью, каждая книга, каждый блок. Общаясь друг с другом, мы должны делать это друг для друга. Теперь-то вы это видите? Мы очищаем себя через его обещания. Его слово очищает нас от осквернения плоти и духа. Эта грязь прикрепляется к нам, но не внедряется, не становится частью нас. Некоторые учат, что, согрешив, вы становитесь грязными. Поначалу действительно видна только грязь, но внутри грязи нет. Вы не сможете загрязниться внутри. Вы стали праведными. Соприкоснувшись с нечистым, просто омоются ноги. Аминь. Теперь-то вы чисты. Теперь вы абсолютно чисты и праведны. Через слово, которое вам было проповедано, хорошенько запомните, пожалуйста, это учение. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного спасителя и помнили, что он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви New Creation, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Там вы также сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете.